В наших выпусках мы немало рассказывали о решении в нашем регионе проблем, связанных с бездомными братьями нашими меньшими. Несмотря на появление государственного приюта, надобность в частных объектах не отпала. Работы хватит всем. И как стало известно, в нашей области появится еще один приют для бездомных животных. Работы по его строительству уже ведутся в Калининском округе. Наша съемочная группа побывала на месте и узнала историю его создания, а также на какое количество питомцев он рассчитан. Зоозащитником Мария Якубова стала, когда помогла спасти от смерти на морозе целое собачье семейство. Маму вместе с щенками. Дальше больше. Количество питомцев только росло. Учитывая, что многие из них находились на недешевых платных передержках, стало очевидно, надо строить постоянный приют. Вместе с коллегой Дарьей приобрели гектар земли в Калининском районе, недалеко от Тверцы. Здесь, во-первых, дорога прямо до самого участка. Природа. Вокруг лес. Вокруг нет людей, которые постоянно проживают. Речка. И то есть ближайшая деревня от нас 2,5 километра. Поэтому это подходит идеально. Таким образом, место как нельзя лучше соответствует всем требованиям для размещения приюта для бездомных животных. Пока освоена только небольшая часть. Вдоль самого шоссе. Здесь уже возвели и продолжают строиться вольеры. В дальнейшем, после выкорчевывания лишних деревьев, весь гектар будет занят необходимыми постройками. Появится даже кошачий дом. Размеры всех вольеров для животных, а здесь собираются приютить как минимум 300 питомцев, тщательно подсчитаны. Размер вольеров у нас плюс на минус идёт 6 на 3 и плюс к нему выгульник. Выгульник планируем делать хотя бы метров 5 на 6, чтобы в длину, например, если будет 6, где-то так 6 тоже, чтобы собаки могли полноценно бегать. В одном вольере мы планируем, чтобы у нас жило не больше 4-5 собак. Там как получится. Все основные работы в приюте «Милый друг» надеются завершить за месяц. Но дело пошло бы быстрее, если бы зоозащитникам помогли со стройматериалами. У новоселов есть острая потребность буквально во всём. От досок и кирпичей до профлистов для забора и щебня. Кроме того, не будет лишней помощи с рабочей силой. Ну и, конечно же, с кормом. Последнего в неделю требуется на сумму как минимум сотню тысяч рублей. Поэтому все неравнодушные люди могут позвонить лично Марии по этому телефону.